За свою девятилетнюю миссию телескоп НАСА Кеплер обратил свой взор на более чем полмиллиона звезд, обнаружив, что 25% всех видимых звезд могут содержать потенциально обитаемые скалистые планеты размером с Землю. В наших неустанных поисках внеземных соседей мы уже обнаружили более 7000 экзопланет, десятки из которых могут иметь условия, подходящие для жизни. А многие другие планеты настолько причудливы, что захватят ваше воображение. А ученые почти каждый день находят новые инопланетные миры. Но недавно астрономы обнаружили очень странную планету, которая может быть не только пригодна для живых существ, но и может иметь такую форму жизни, которая может полностью перевернуть все наше мировоззрение о жизни. Как астрономы обнаружили планету, которой не должно быть? Что такое космическое зеркало? И для чего планетарные системы исполняют космические математические танцы? В 1995 году была открыта первая экзопланета, известная человеческой цивилизацией, которая получила название 51 Пегаса Би, и которая находится в 50 световых годах от Земли. Сегодня нам уже известно 7224 экзопланеты, и в среднем ученые открывают по одной экзопланете в день. Но каждая из них — это не просто данные, а удивительные возможности для воображения. Но как мы можем увидеть и понять эти невероятные планеты, находящиеся на грани нашего восприятия? Как представить тепло их Солнца, текстуру их поверхности и атмосферу? На этом этапе на сцену выходят 3D-художники, которые с помощью своих навыков и технологий превращают научные данные в визуальные шедевры, которые все сильнее проникают в каждую область нашей жизни. И специалисты в данной области становятся все более востребованы с каждым годом. Они создают реалистичных персонажей и предметы для игр, кино и рекламы. А еще делают моушн-ролики, архитектурные визуализации и даже модели для 3D-печати. Освоить профессию будущего прямо сейчас можно в онлайн-школе XYZ, лидере в сфере образования по профессиям игровой индустрии. На курсе 3D-художник ты научишься создавать объекты и текстуры, анимировать, создавать красочные сцены и придумывать уникальный дизайн оружия. Кроме того, XYZ собрали самое крупное сообщество любителей игровой индустрии в СНГ. Там ты сможешь найти новых друзей, узнать много полезного об индустрии от менторов и преподавателей, а также завести полезные знакомства, которые помогут тебе найти место в игровой студии или собрать команду на собственный проект. Кстати, среди преподавателей нет теоретиков, только практики с многолетним опытом и известностью в индустрии. А еще они отлично разбираются в современных технологиях. Под руководством таких авторов у выпускника будет сильное портфолио, а специалисты карьерного центра помогут грамотно оформить портфолио и резюме, подготовиться и успешно пройти собеседование, получив достойный оффер. К слову, средняя зарплата после обучения начинается от 100 тысяч рублей. Переходи по ссылке в описании или к вар-коду на экране и начни обучение профессии 3D-художник с дополнительной скидкой 10% и получи курс в подарок по промокоду FACTOPS. А мы тем временем продолжим наше фантастическое путешествие на границу вселенной. Многочисленные исследования показывают, что в жизни больше шансов возникнуть вокруг красных карликов, чем вокруг звезд, подобных нашему Солнцу. Это плюс, ведь эти маленькие звезды являются самыми распространенными в нашей Вселенной. В 2023 году астрономы обнаружили интригующую экзопланету ТОИ-715b, вращающаяся вокруг красного карлика ТОИ-715, который находится в 136 световых годах от нас. Вероятнее всего, ТОИ-715b является сверхземлей, ведь ее масса в три раза превышает массу Земли и примерно в полтора раза больше радиуса нашей планеты. Но почему мы рассказываем вам именно о ней? Дело в том, что у данной планеты есть невероятная особенность. Но для начала немного истории. ТОИ-715b расположена в обитаемой зоне, и почти со стопроцентной вероятностью на ее поверхности есть жидкая вода. А как нам известно, там, где есть вода, там может быть и жизнь. Красные карлики обычно имеют несколько миров в их обитаемой зоне, и астрономы предполагают, что в системе может существовать еще одна планета, которая всего на 7% больше Земли. Если теория верна, то это будет самая маленькая экзопланета, когда-либо обнаруженная в обитаемой зоне. А сейчас пришло время раскрыть главное преимущество ТОИ-715b на наличие жизни. Но для начала ответьте на вопрос, что это? Те, кто хотя бы раз видел химическую таблицу Менделеева, ответят, что это водород, углерод, азот и кислород. И в целом будут правы. Но все эти элементы являются органогенами. Или элементами, без которых невозможна жизнь. Спектральный анализ ТОИ-715b говорит, что на планете должны существовать все вышеперечисленные химические элементы, что делает данную экзопланету одним из самых многообещающих кандидатов на наличие жизни. В нашем космическом поиске обитаемых миров планеты такие как ТОИ-715b кажутся лучшими претендентами. К сожалению, из всех обнаруженных экзопланет не так много, которые были бы пригодны для жизни даже в теории. Некоторые имеют настолько ужасающие условия, что ученые задаются вопросом, как вообще они появились. И вот, что еще нужно знать о поиске внеземных миров. В среднем, шансы найти негостеприимную экзопланету намного выше, чем ту, на которой будут пригодны для жизни условия. И эти планеты вызывают много вопросов в научном сообществе. Одно из таких небесных чудес находится на расстоянии около 264 световых лет от Земли и носит гордое название LTT 9779b. И она имеет самая высокая альбедо среди всех известных нам экзопланет. То есть, это самая отражающая экзопланета, которую мы когда-либо обнаруживали. Этот пылающий мир примерно в 5 раз шире Земли и отражает около 80% света, исходящего от ее звезды. Для сравнения, Земля отражает только около 30% солнечного света. Поэтому ученые неофициально называют LTT 9779b гигантским космическим зеркалом. Но что именно на LTT 9779b отражает свет? Ответ лежит на поверхности. А вернее, чуть выше ее. Это обилие отражающих облаков металла с каплями титана, падающими на ее поверхность. Проблема в том, что этой планеты не должно существовать. Сторона экзопланеты, обращенная к ее звезде, чрезвычайно горячая. Настолько горячая, что ни облака воды, ни облака из стекла или металла не должны образовываться в ее атмосфере. Согласно нашим нынешним представлениям, звезда, расположенная так близко к экзопланете, должна полностью ее сжигать. Но что же пошло не так? Исследователи сравнили это явление с конденсацией пара в ванной. Если впустить прохладный воздух, водяной пар конденсируется. А если впустить горячую воду, в конце концов воздух будет настолько заполнен паром, что больше не сможет его удерживать. Нечто подобное могло произойти на этом сверхгорячем Нептуне, когда атмосфера планеты была заполнена силикатными и металлическими парами из-за палящих температур на ее дневной стороне. Но уникальность экзопланеты на этом не заканчивается. За десятилетия наблюдений мы обнаружили множество миров, вращающихся вокруг своих звезд менее чем за один земной день, на очень близком расстоянии от звезды. Но все они были либо горячими Юпитерами, в десять раз шире Земли, либо каменистыми планетами более чем в два раза меньше Земли. Существовала популяция пропавших планет, размеры которых вписывались бы между этими категориями. Ученые называли этот пробел Нептуновой пустыней, пока наконец мы не наткнулись на ЛТТ-9779b, которая по своим параметрам вписывается прямо посередине. В каком-то смысле отражательная способность экзопланеты это ее механизм выживания. Если бы она поглощала гораздо больше тепла от своей звезды, со временем планета медленно испарилась бы. ЛТТ-9779b идеальная цель для последующих наблюдений с помощью Хаббла и Джеймса Вебба, космических телескопов. Возможно, наши технологии откроют еще больше тайн, стоящих за этим и без того загадочным небесным объектом в ближайшие годы. А чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на наш телеграм-канал по ссылке в описании или к вар-коду на экране. Там вы не только прокачаете свои мозги, узнав, например, о второй луне, которая у нас появилась три дня назад, или о том, как искусственный интеллект смог обнаружить 180 уникальных геоглифов в Перу. А еще вы сможете выбирать темы для наших выпусков, участвовать в выборе обложки, названия и даже сможете бесплатно внести свое имя в наше видео. Сканируйте кувар-код на экране, а мы продолжим наш выпуск. Планета, о которой сейчас поговорим, была открыта более десяти лет назад. Но недавно ученые узнали о ней нечто, что заслуживает места в нашем списке. ВАСП-76b почти вдвое горячее нашего Солнца и почти вдвое шире Юпитера, но составляет всего около 90% его массы. Пекло объясняется близкой орбитой планеты вокруг своей звезды. Всего около 3% расстояния от Земли до Солнца. Даже сама близко к Солнцу планета, Меркурий, находится в 10 раз дальше. Это место было бы идеальным крематорием, поскольку человеческие кости, которые в основном состоят из кальция, испаряются при температуре около полутора тысяч градусов. Кроме того, одна из сторон планеты приливно заблокирована желто-белой звездой, ВАСП-76, что приводит к разным температурам на экзопланете и вызывает странное явление. За годы, прошедшие с момента открытия планеты, исследователи изучали состав экзопланеты, обнаружив в ее атмосфере 11 химических элементов, некоторые из которых оказались породообразующими. Или, по крайней мере, это то, что происходит с ними на Земле. Но из-за невероятно высоких температур на ВАСП-76b, такие элементы, как магний и железо, превращаются в газы, которые находятся в верхних слоях атмосферы планеты. Как только сильные ветра переносят эти пары железа и магния на ночную сторону планеты, они остывают и выпадают в виде расплавленных капель металла. Это было бы захватывающее зрелище, которое, вероятно, выглядело бы примерно так. Астрономы также обнаружили удивительно высокое количество никеля в атмосфере планеты, что может означать, что в прошлом ВАСП-76b поглотила крошечный каменистый мир, такой как Меркурий, который содержал обилие этого элемента. Некоторые планеты во Вселенной сильно отличаются от того, что есть у нас в Солнечной системе, и ВАСП-76b даже не самый яркий пример. Недавно астрономы обнаружили необычную звездную систему, всего в 100 световых годах от нас. Названная HD 110-067, она содержит 6 субнептунов, планет в 2-3 раза больше Земли. Все экзопланеты в системе находятся необычайно близко к своей звезде. Их орбиты могли бы поместиться между Меркурием и Солнцем. В отличие от нашей Солнечной системы, которая постоянно меняется, HD 110-067 по-видимому поддерживает свою необычную структуру более миллиарда лет. 6 планет синхронизированы в одном идеальном небесном танце, который ученые называют резонансом. То, как эти субнептуны вращаются, напоминает дроби в математическом уравнении. К тому времени, как первая планета завершает 3 оборота, второй мир оборачивается вокруг своей звезды дважды. Каждая последующая планета следует этому ритму. Например, 4-й субнептун оборачивает звезду 4 раза за каждые 3 оборота 5-й планеты. Это открытие исключительно редкое. Обычно молодые планеты быстро распадаются после того, как теряют гравитационное влияние. Такие явления в космосе бывают достаточно редко. Но, тем не менее, бывают. Не так давно ученые идентифицировали нового члена нашего списка. Экзопланету Би-Боб-1си. И она относится к категории циркумбированных планет. Или таких, которые вращаются вокруг двух звезд вместо одной. В нашем космическом каталоге их довольно мало. Пока известно около 15. Но это еще не все. Это вторая циркумбированная система, в которой находится более одной планеты, которую мы когда-либо смогли обнаружить. Интересно, что около 85% звезд во Вселенной не похожи на Солнце. У них обычно одна или более звездных спутников. В одном только Млечном Пути есть звездные системы со скоплениями из 7 звезд. Согласно нашим нынешним представлениям, одиночные звезды составляют всего около 15% всех звезд в космосе. Недавно обнаруженный мир примерно в 65 раз массивнее Земли, что делает его газовым гигантом, таким как Юпитер или Сатурн. Только представьте, как захватывающе было бы стоять на его поверхности, окруженной двойным восходом Солнца. В отличие от обычных дисков материи, окружающих одну звезду, в двойных системах планетообразующие диски вращаются вокруг обеих звезд, создавая возмущение, которое затрудняет формирование планет. В результате только в спокойных уголках, вдали от звездного хаоса, планеты имеют шанс родиться. Такие открытия напоминают нам о бесконечных небесных драгоценностях, которые нам еще предстоит открыть. Завершает наш список планета с потрясающим названием GJ 9827D. Эта планета известна с 2017 года, но совсем недавно космический телескоп Хаббл сделал удивительное открытие об этом мире. Эта экзопланета в два раза больше Земли и примерно такая же горячая, как Венера. То, чего вы точно не ожидали там найти, это вода, ключевой ингредиент для жизни, какой мы ее знаем. Но отпечатки молекул воды это именно то, что телескоп Хаббл выявил за три года наблюдений, когда планета совершала 11 транзитов. 11 раз, когда она пересекла перед своей звездой. Атмосфера GJ 9827B оказалась богата водой. Это будет первый раз, когда ученые напрямую докажут существование миров с водянистой атмосферой вокруг звезд, в отличие от нашей. Первоначально планета могла сформироваться в холодном регионе, более удаленном от своей звезды, где низкие температуры удерживали воду в форме льда. Позже она мигрировала ближе, медленно теряя водород из-за интенсивного излучения, или он мог изначально возникнуть вблизи горячей звезды, со следами воды, уже присутствующими в ее атмосфере. Хотя, даже если это было бы правдой, это все равно был бы паровой горячий мир, где формы жизни, которые мы ее знаем, не смогли бы выжить. Следующий шаг для ученых изучить данные, собранные космическим телескопом Джеймса Уэбба, которые, как мы надеемся, внесут больше ясности в природу богатых водой миров за пределами нашей солнечной системы. И наше представление о жизни может быть окончательно перевернуто. Каждый год мы открываем сотни новых экзопланет. Некоторые из них неприветливы и даже опасны. Другие же во многом похожи на Землю. Но сколько бы мы не наблюдали за иными мирами, мы пока что не в силах достичь их. Земля остается нашим единственным домом. И мы должны использовать все возможности, чтобы сохранить ее. Каждый шаг по пути прогресса оставляет шрам на лице родной планеты. И вряд ли можно точно сказать, когда эти изменения станут необратимыми. Расскажу это своим друзьям, ведь они еще не знают, что наша планета уникальна. И прокачивай свои мозги. И услышимся. Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров